Итак, это москвич, наш родной, это важно. Следовательно, здесь поболее даже, чем у наших любимых, давно любимых японцев. Следовательно, жесткое равноправие. То есть волосами я бы цеплял, если бы они у меня были. Прям совсем задеваю головой за потолок. Наверное, детям будет хорошо. Но если чуть расслабиться, то очень даже нормально. Поп cocktails. Вроде бы это седан, какая-то щеточка, а это не седан. Раз, может быть, с электроприводом. Почему не сделали? Под фальшполом, мара размерная. Под фальшполом, мара лара. Под фальшполом, под козырьком. Большие молодые. У меня был москвич, мой первый автомобиль, и он тоже был чудо-чудное. И следовательно, вот все возможно. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрите, ставите лайки, подписывайтесь и комментируете, потому что все благодаря вашей активности. Сегодня у нас на обзоре Москвич 6. Это не просто Москвич 6, это Москвич 6 в топовой комплектации бизнес. Всего у нас две комплектации. Комплектация комфорт и бизнес. Комфорт у нас идет только с одним вариантом двигателя, это полуторалитровым. А бизнес может идти или с полуторалитровым двигателем, который дает 136 лошадиных сил, или с полуторалитровым двигателем, который дает 174 лошадиных сил. Так что бизнес у нас может быть или такой, или такой. У нас на обзоре комплектации бизнес с двигателем полутора литра 136 лошадиных сил. Сегодня о нем подробно мы будем с вами рассказывать. Ну и также говорить о других комплектациях. О стоимости я никогда не говорю, потому что она неактуальна, вообще неактуальна на тот день, когда вы смотрите, скорее всего, это видео. И по этой причине, чтобы узнать актуальную цену, переходите по ссылке, которая располагается в описании к этому видео, и там вы попадаете на страницу модели, видите, в каких цветах, в каких комплектациях, и самое главное, стоимость, максимальную, минимальную, максимальную просто пришли, купили минимальную стоимость, это пришли, купили разными услугами, воспользовались такими, как трейд-ин, кредиты. Важный момент, что также с сайта вы можете машину зарезервировать. Вот все возможно онлайн. Сейчас поговорим об оптике, начнем с передних фар. У нас светодиодные дневные ходовые огни. Светодиод отвечает также за дальний и ближний свет. Причем обратите внимание, что светодиоды не как у большинства рефлекторного типа, работают по принципу отражения, а это у нас линзованная оптика, то есть свет на дорогу максимально усиленный. Угол наклона фары регулируется электромеханическим способом за счет колесика, который располагается с левой стороны от руля. Для Москвич 6 для всех комплектаций у нас доступен датчик света, то есть когда автомобиль определяет, что на улице темно, он включает ближний свет, как становится светло, он его выключает. И функция задержки выключения фар, follow me home. То есть когда вы закрываете автомобиль, устанавливаете в мультимедийной системе промежуток времени, который фары должны вам освещать, и следовательно машина этот промежуток времени будет вам дорогу освещать, даже после того, как машина будет закрыта. А вот так выглядит задняя оптика. И как видите, она у нас также светодиодная. Маленькое наблюдение. Вот здесь у нас стык крыла с основой, так скажем, с элементами кузова. Он пустой. Я сюда сейчас положил свой пульт от света, и он у меня вот сюда мог провалиться. Так что будьте внимательны, потому что такой же был у меня, помню, в Cadillac Escalade. Я сюда положил, а потом полдня из крыла доставал. Так что наблюдение делюсь с вами. Итак, подкапотное пространство. Начнем с него. Чтобы его поднять, капот нам вообще не нужно никакие кнопки нажимать, как обычно, да, вот просовывать пальцы. Два раза потянули за рычажок, и все, капот открыт. Но, правда, я такой думаю, сейчас буду открывать, а вот палка у нас присутствует. То есть капот у нас стоит на палке. Следовательно, если хотите, чтобы легко одним движением вы могли поднимать, не пользуясь палкой, в отдел дуб оборудования, за газовыми упорами до выезда из салона установят, и все будет легко подниматься. Но вот шумоизоляционное покрытие у нас с вами присутствует. В Audi Q5 нет, здесь есть. Это здорово. Говоря о подкапотном пространстве, ну, ко всему есть доступ. Никаких дополнительных пластиковых накладок, которые бы затрудняли бы и удорожали бы, поднимали бы стоимость обслуживания, здесь нет. То есть все, ко всему есть легкий доступ. Уплотнители у нас присутствуют здесь, и, в принципе, все. Но здорово, что есть защита картера от двигателя пластикового, и, следовательно, грязь в салон попадать не будет. Также тепло-шумоизоляционное покрытие очень большое, разделяет подкапотное пространство и салон. Вот. И важно, еще очень важно, что заливная горловина у нас располагается с омывательной жидкостью с правой стороны автомобиля. Аккумуляторная батарея у нас 55 А. Блок управления у нас вот здесь располагается, производство компании Bosch. Вот. Ну, такие факты вам. Раз, раз, раз. Вот, пожалуйста. Подкапотом у нас может быть один из двух вариантов двигателя. Это полтора литра с турбиной, но это два разных двигателя. Итак, первый двигатель. Модель HF-C4GB2.4E. Полтора литра. Выдает 136 лошадиных сил и 200 ньютонов метров крутящего момента, доступные в промежутке от 2000 до 4500 оборотов. Расход в смешанном цикле 8,5 литра на 100 километров пути. Разгон от 0 до 100 км в час порядка 11 секунд. Второй вариант двигателя. HF-C4GC16E. Это также полуторалитровый двигатель с турбиной, но он уже выдает 174 лошадиные силы. 280 ньютонов метров крутящего момента. И этот максимальный крутящий момент доступен в промежутке от 1600 до 3500 оборотов. То есть, как видите, он начинает крутиться с низов. Здесь у нас турбина Thurnscroll компании Garrett и форсунки Bosch. Разгон от 0 до 100 км в час в районе 9 секунд. Максимальная скорость 170 км в час. Заправлять автомобиль можно бензином, начиная с 95-го октанового числа. Первый вариант двигателя это у нас распределенный впрыск. А второй вариант двигателя 174 силы это непосредственный впрыск. Оба двигателя имеют цепной привод ГРМ. И по материалу двигателя. Первый вариант двигателя у нас с вами полностью алюминиевый. А вот второй вариант двигателя сам у нас алюминиевый. А вот цилиндры у нас чугунные. Все крутящие моменты с двигателя на колеса у нас позволяют передать автоматической коробкой передач. Но этих коробок передач также у нас две. С двигателем 136-сильным. Автоматическая коробка передач «Вариатор» производства компании «Панч В3». Это, кстати, известные бельгийские производители, которые механики относят к вариатору неубиваемым. А следующая коробка передач, которая идет с двигателем 174 силы, это автоматическая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями в мокрой ванне, шестиступенчатая. Говоря о вариаторе, большое преимущество данного типа коробки, то, что эта коробка позволяет вам передвигаться максимально плавно, поскольку у нас там нет ступеней, а процесс переключения передач происходит за счет раздвижения дисков. То есть у нас там четыре диска и между ними металлизированный ремень. И данный тип коробки позволяет вам раскручивать двигатель максимально плавно. То есть когда вы, например, нажимаете kickdown, у вас двигатель будет сразу на максимально высоких оборотах, и машина будет очень плавно разгоняться. Это как на трамвае или на скутере. То есть не будет вообще ощущаться процесс переключения передач. И данный тип коробки, в отличие от классического автомата, передает на колеса больше крутящего момента. Ну и, следовательно, меньше расход топлива и лучше динамика. Если мы рассматриваем роботизированную коробку передач, он передает еще больше крутящего момента на колеса. И большой плюс его, он молниеносно переключает передач. То есть эти вот шесть передач будут прям чик-чик-чик переключены. Следовательно, это как бы данный тип коробки относит к максимально экономичному. Он расходует еще меньше топлива, чем вариатор. Ну и, следовательно, еще меньше топлива, чем классический автомат. Ну и, следовательно, еще более динамично на нем машина разгоняется. В гоночных автомобилях как раз используют роботизированные коробки передач. Это прям в Audi R8, например, это прям классическая частая практика. Говоря об опасениях, робот некоторые слышат, боятся, потому что помнят историю 12-х годов, когда у Volkswagen роботы прям летели пачками. Почему? Потому что тогда робот был в сухой ванне. То есть он просто перегревался, когда машина стояла в пробке. Сейчас, как вы уже поняли, машина у нас в масляной, в мокрой ванне. Следовательно, тех проблем, которые были тогда, здесь уже нет. Все крутящие моменты у нас переходят на перенес. То есть привод у нас передний. А для того, чтобы на переднем приводе вы чувствовали себя уверенно на скользких участках дороги, есть система антипробуксовочная и система стабилизации курсовой устойчивости. То есть когда вы, например, газуете, и автомобиль понимает, что происходит пробуксовка какого-либо из колес, он это колесо буксующее подтормаживает, сохраняя тягу на том колесе, которому тяга в данный момент нужна. Габариты Москвич 6. Длина автомобиля 4 метра 77 сантиметров. Ширина автомобиля 1 метр 82 сантиметра. Высота автомобиля 1 метр 49 сантиметров. Колесная база 2 метра 76 сантиметров. Минимальный дорожный просвет 145 миллиметров. Снаряженная масса 1460 килограмм. Это со 136 сильным двигателем. И 1560 килограмм. Это со 174 сильным двигателем. Гарантия на Москвич 6 составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Но вы должны понимать, что это гарантия на основные условия агрегата. Там три группы. И вот, например, на вторую группу в сальнике, например, гарантия составляет год или 30 тысяч километров пробега, что наступит также раньше. Так что в инструкции и в сервисной книге будет все подробно еще написано. Далее. Если мы говорим о ТО, его нужно проходить раз в год или раз в 10 тысяч километров пробега. Также, что наступит раньше. Перепробег по ТО доступен, но это прям минимальный, там, в районе 500 километров. То есть, если вы приедете на ТО спустя 12 тысяч километров, а не 10, то если вдруг что-то возникнет, вам могут отказать гарантии. Так что будьте внимательны. Отслуживаться у официального дилера обязательно, потому что если у меня отслуживаться у официального дилера, следовательно, завод-производитель не будет нести ответственность за какие-то гарантийные случаи. Диски у нас 17-го диаметра, поверх них резина 215-50. На каждом колесе установлен датчик давления в шинах, который вводит информацию о давлении внутри колеса на приборную панель. Передняя подвеска у нас по типу Макферсон, задняя многорычажная, независимая подвеска Е-типа. Передние и задние диски у нас тормозные, передние тормозные диски вентилируемые. На выбор у вас один из пяти вариантов расцветки. Все эти цвета металлик. Говорят, толщина лукокрасочного покрытия, замерили ее. Итого у нас получается, что средняя толщина это где-то в районе 95 микрон. Если мы рассматриваем, например, японского производителя, то там, как правило, 70-80 микрон. Следовательно, здесь поболее даже, чем у наших любимых, давно любимых японцев. По всем автомобилям, на которые мы замеряем толщину лукокрасочного покрытия, так скажем, бумажную версию, мы выгружаем в наш телеграм-канал Major Expert. Так что можете переходить и там скачивать файл. Передние и задние колесные арки у нас изнутри покрыты пластиковой накладкой. Защита картера двигателя у нас присутствует. То есть это пластиковый пыльник, который защищает от попадания грязи в подкапотное пространство. Если посмотрим на автомобиль по центру, изучим его днище, то очень хорошо днище обработано антигравийной обработкой. Но в любом случае, если хотите еще защитить днище или колесные арки, можете обратиться в отдел доп. оборудования. И до выезда из салона у вас будет уже защита антишума антигравий. Люк на крыше у нас заступен для комплектации бизнеса. Вместе с автомобилем у вас будет идти вот таких два ключа. С помощью ключа вы можете открыть, закрыть автомобиль и открыть крышку багажника. Причем, когда вы открываете крышку багажника, двери автомобиля остаются закрытыми. И также с помощью ключа, если нужно, вы можете взять, например, и открыть стекла. То есть просто нажимаете на кнопку и стекла открываются. Но я думаю, что ключом вы, в принципе, будете пользоваться редко, потому что у нас с вами бесключевое открытие и бесключевой запуск двигателя. Бесключевое открытие действует у нас на водительской двери. То есть вы просто нажимаете на кнопку, двери открываются. Можете запрограммировать, чтобы с помощью нажатия открывалась только водительская дверь или все двери. Также для всех комплектаций у нас зеркала с обогревом, зеркала с электроприводом. И на зеркалах, если мы рассматриваем нашу комплектацию бизнеса, еще появляется камера, которая входит в содружество камер 360. О том, как она работает, мы поговорим с вами чуть позже. Как видите, у нас здесь с вами достаточно широкий открытый порог. По этой причине до выезда из салона очень рекомендую вам покрыть эту часть бронепленкой. То есть, чтобы в момент выхода из автомобиля вы или ваши пассажиры не оббили краску. Ну а что, а сейчас давайте поговорим о дизайне интерьера. Начнем с верхней части. Здесь у нас очень мягенький пластик. Вот недавно я делал обзор на хунчи, и там прям мягкий пластиком я бы его не назвал. Такой жесткий был пластик. Здесь вот хороший мягкий. Причем такой интересный зелененького цвета шовчик. Дальше вот эта вставка воздуховод. Очень интересная вставка под алюминий. Далее накладка из эко-кожи. Не особо мягкой, но эко-кожи. Также с шовчиком. Перчаточный ящик выполнен из пластика твердых пород. Имеет премиальное открытие. Изнутри у нас полностью пластиковый. По вместительности листок формата А4 можем сюда легко положить. Как по ширине, так и по глубине. Итак, дверная карта. Вверх это у нас твердый пластик. Дальше твердый, твердый, твердый. А вот здесь зона, с которой он контактирует ваш локоть, мягкая. Это покрыта кожа эко-кожа с контрастным швом ТИФ. И не дальше накладка из эко-кожи. И вот здесь накладка из алькантора. Это у нас вставочка пластиковая под алюминий. И динамик. Динамик. Ну и место, куда вы, если что, что-то можете поставить. Итак, сиденья у нас для всех комплектаций именно такие. По форме, по сути и по обивке. То есть, это у нас обивка из эко-кожи с контрастным шовчиком. И по центру вставочка из алькантары. Вот. Ну а частично кожа у нас перфорирована. Значит, по комфорту размещения в сиденьях. Давайте я сяду так, как во всех автомобилях. То есть, расстояние у меня до приборки будет кулак. Итого получается, что, если я сдвигаюсь максимально влево, сюда входит порядка четырех пальцев. Боковая поддержка присутствует. Если вы крупный человек, несмотря на то, что сиденье, как вы поняли, не особо широкие, вы можете на этой боковой поддержке сидеть, и она закроет эту пластиковую накладку. В момент выхода из автомобиля никакого дискомфорта я не испытываю. Ни от пластиковой накладки, ни от самой боковой поддержки. По длине. Расстояние от подушки до колена у меня здесь порядка трех-четырех пальцев. Палец, хотя нет, даже палец с трудом не проходит. То есть, подушка так сделана, что нога здесь не провисает. По регулировке у нас с вами четыре механические регулировки. То есть, мы можем сдвигать сиденье вперед-назад и наклонять за счет рычажка спинку вплоть до подушки сиденья второго ряда. Следовательно, если нужно, то можно легко перевести кого-то в горизонт или самого себя. Расстояние над головой. При условии, что у нас с вами люк вплотную, то есть, волосами, я бы цеплял, если бы они у меня были. Значит, по постановке ног. Ноги далеко выдвинуты. Благодаря, кстати, этому нога вот здесь у меня не провисает. Несмотря на то, что у нас подушка не регулируется. Между ногой войдет примерно пол ноги. И стоит она под таким углом, что в момент торможения теоретически я должен с ковриком уйти под приборку. Но это позволяет зато вытянуть ноги. О подушке мы поговорим на месте водителя, потому что здесь видно не очень хорошо. Ширина пассажирского кресла 49 сантиметров. Глубина 49 сантиметров. Ну что, самое время постучать. Дверь у нас открывается по количеству ограничителей. О, два промежуточных ограничителя. Это хорошо. Посадка самим за собой. Раз. Раз, два. Расстояние от колесной арки до двери у меня получается кулак и четыре пальца. Итак. Раз. Два. Ну и достаточно легко три. Расстояние с самим за собой у меня тут, ну, два-три пальца. То есть тут опять же очень многое зависит от наклона спинки, но по факту так. Если я ногу отодвигаю назад, то вот здесь места больше, потому что, видите, я поднимаю мысок, и еще даже один палец входит. То есть внизу расстояние, ну, достаточно много. Ноги я могу протолкнуть вперед, потому что никаких бордюрчиков, никаких ограничений нет. Следовательно, если вот, например, используется этот автомобиль как для перевозки пассажиров на втором ряду, можно сдвинуть сидение, и они смогут легко ноги вперед протолкнуть. И, следовательно, вот здесь нога провисать не будет, потому что сейчас она провисает, расстояние здесь примерно где-то два пальца. Ну, для комфортного размещения у нас справа подлокотник мягкий, и слева тоже мягкий подлокотник. Говоря о правом мягком подлокотнике, вот, например, у Kia Rio и Hyundai Solaris для пассажиров второго ряда подлокотники мягкие. Это испамять не изменяет для кого-то прямо в топовой комплектации, а для кого-то вообще недоступно. Так что, ну, а тут все мягенько. Плюс, как видите, центральный подлокотник, широкий, два подстаканника с фиксаторами, и сидеть достаточно хорошо. Почему говорят достаточно? Потому что, ну, сами видите, над головой у меня место есть вот здесь, но прямо вплотную. Прямо вплотную. И вот, кстати, вот это вот расстояние, на которое уменьшается потолок, когда у нас появляется люк. Следовательно, если люка не будет, если будете рассматривать комфорт комплектации, то, следовательно, и впереди, и сзади будет места больше. Значит, спинки хорошо, меня прямо окутывают, мне они нравятся. Подголовник – это, да, максимально его поднятое положение. Ну, вот если сидеть прямо прижавшись и максимально ровно, то, ну, мне вплотную, прям очень вплотную. Если чуть расслабиться, то очень даже нормально. Что предлагается для пассажиров второго ряда? Ручка с микролифтом, светодиодная подсветка слева-справа, на спинках у нас располагаются кармашки, как я сказал, подлокотник с подстаканниками, два воздуховода по центру, это здорово, то есть вы можете направить отдельно для левого, отдельно для правого, потому что не у всех так. Ниже два USB-разъема на 2,4 А, то есть достаточно быстрая зарядка, и место, куда вы можете что угодно положить. Троем здесь мы можем сидеть, три ремня безопасности, три подголовника, вот, и, ну, можно сказать, практически отсутствует тоннель. То есть вы легко можете перебираться слева направо и справа налево, вот, но по центру прям совсем задеваю головой за потолок, наверное, детям будет хорошо. Как видите, задняя часть у нас салона не затонированная, следовательно, в отделу по оборудованию они вам ее затонируют. Стекла у нас с авторежимом, то есть на открытие и закрытие. Один раз нажав на кнопку, вы можете его открыть или закрыть. Верхняя часть у нас здесь с вами жесткая, такая же, как для водителя и пассажира, следовательно, жесткое равноправие. Глубина второго ряда сидений 47 сантиметров, расстояние от подлокотника до подлокотника 126 сантиметров. С точки зрения безопасности на втором ряду сидений у нас есть фиксатор или установки детских кресел, систему и суффикс. Это раз, ремни безопасности у нас регулируются по высоте и две или четыре подушки безопасности. Две, следовательно, в комфорт, четыре в бизнес. Ну, вот так выглядит наша задняя часть, москвич 6. Вот она, задняя часть москвича. Итак, на крыше у нас акулий плавник, он же антенна дальше, вот так вот, очень красивый интегрированный стоп-сигнал. Заднее стекло с обогревом, но, правда, без щеточки. А почему я говорю, правда, без щеточки? Вроде бы это седан, какая тут щеточка, а это не седан, это лифтбэк. То есть мы можем взять и вот так открыть крышку багажника, понимаете, да? То есть это не какие-то там седаны, в которые очень сложно что-то положить, вот это вот лифтбэк. В принципе, у меня был москвич, мой первый автомобиль, и он тоже был лифтбэком. И вот продолжение легенды. Далее. Здесь, как видите, у нас светодиодная поясывающая оптика, логотип москвич, а под ним ровно у нас скрывается камера, которая входит в содружество камер 360, если мы рассматриваем нашу комплектацию бизнеса. Рядом с ней подсветка светодиодная номерных знаков и 4,4 парктроника. Ниже мы смотрим и видим, что у нас целые двухпоточные, настоящая выхлопная система. Вот так что вот так оно все выглядит. На крышке багажника у нас также бесключевое открытие, как и на водительской двери. Следовательно, даже при закрытых дверях вы можете отдельно открыть крышку багажника, не доставая клевчатую. Взяли и открыли. Лифтбэк, еще раз повторю, это чудо чудное. Погрузочная высота здесь у нас 79 сантиметров. И после у нас огроменное багажное отделение, которое все, все покрыто царской обивочкой. Все такое мягенькое, хорошее, да, потому что, если посмотрим кроссоверы, в большинстве своем кроссоверы, они низ, да, понятно, тканевый, а вот боковинный пластиковый. Пластик тоже хорошо, конечно, но ткань лучше, потому что на ней не остаются царапки, как вот на ткани. Дальше, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, сеточка с левой стороны для того, чтобы что-то сюда класть. И светодиодная подсветка. Дальше, фальшпол. Под фальшполом малоразмерное запасное колесо в простонародье докатка. На нем можно ехать со скоростью не выше 80 км в час. И размерность 125-80R17. Так что даже 17-е у нас запасочек. И комплект инструментов. Сидения у нас с вами складные. Да, потому что это лифтбэк, а не какой-то там седан. И складываются в пропорции 60. На 40. И когда сидение сложено, у нас с вами образуется, ну, можно я бы сказать, совершенно ровная поверхность. Сможете ли вы здесь полежать или нет, давайте посмотрим в разделах габариты багажного отделения. Ширина дверного проема 88 см. Расстояние от пола до шторки 43 см. Расстояние от пола до потолка 68 см. Ширина в зоне доколесных арок 132 см. Ширина в зоне колесных арок 97 см. Глубина 104 см. По диагонали 140 см. Расстояние от крышки багажника до сложной спинки сидения второго ряда 170 см. Расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 185 см. По диагонали 220 см. Ну, а сейчас давайте поговорим о водительском месте. Начнем с того, что оно у нас имеет большее количество регулировок. Неважно в какой комплектации. Их будет 6. Но есть отличия в комплектации. В комфорт комплектации эти регулировки все будут у вас механические. А вот в нашей комплектации бизнес это будут электрические регулировки по четырем направлениям. То есть назад, вперед, вверх, вниз. А вот спинка, так же как и у сидения пассажира, будет регулироваться за счет рычажка. Потянули и перешли в горизонт. В принципе, почему нет? Потому что иногда хочется быстренько уйти, а без вот этих вот ожиданий. И, следовательно, вот все возможно. А самое сложное, да, это движение вперед-назад, которое обычно мы за что-то держимся. Но не дали на опыту электроприводу. Это хорошее и интересное решение. Итак, расстояние над головой. У меня порядка двух пальцев. Если люка не было бы, было бы расстояние больше. Но если я поднимаюсь максимально вверх, понятно, что я буду очень хорошо упираться головой в потолок. В принципе, дальше я и не поеду. Значит, по спинке. Вот тут я ее ощущаю. Боковой поддержки, ну, как таковой нету. Она немножечко меня поддерживает, но не сильно. И это хорошо, потому что вот недавно я делал обзор на автомобиль тест-драйв. Мы проходили с менеджером. Там хрупкая девушка была. И боковая поддержка очень не понравилась, потому что она впивалась ей в локс. Ей было некомфортно. Вот здесь прям такая средняя золотая середина. По высоте подголовнику хотелось бы выше. Но с учетом того, что они интегрированы, это одно их положение. Но, опять же, свою функцию они выполнят. То есть удержат мою голову. Хочется ли сюда что-то подкладывать? Да нет, не хочется. Ну, чуть-чуть, может быть, хотелось, чтобы чуть-чуть сюда что-то подложить. По регулировке для длинноногих. Отодвигаюсь максимально назад. И вот практически в вытянутом положении нога оказывается. То есть длинноногие смогут здесь даже легко разместиться. Говоря, кстати, о длинноногих. Вот смотрите, отдвинулся я максимально назад. И рука сохраняет положение на подлокотнике, не врезаясь в стойку. Потому что недавно я делал тест-драйв на Chery Tiggo 8. И там я скажу, что прям вот в стойку врезался локоть. Здесь вот не врезается и хорошо прям так обтекает. Вот, да, ухожу за стойку. Но сам факт, что никакого негатива из-за того, что я ушел за нее, не испытываю. Наверх руку я могу положить. Вот, ну, не особо удобно, во-первых, потому что жестко. Во-вторых, узенькая верхняя часть. Если стекло открыть, то да, будет значительно комфортнее. Ну, а сейчас давайте о руле. Руль у нас регулируется в одной плоскости. То есть мы можем его поднять и опустить. По вылету он не регулируется. Руль у нас кожаный, спортивный. Эта нижняя часть скошена, многофункциональный. Слева кнопки круиз-контроля. То есть вы его активируете и дальше выбираете непосредственно скорость, с которой он должен передвигаться. А справа кнопки, которые позволяют нам взаимодействовать с приборной панелью и также взаимодействовать с нашей мультимедийной системой. Регулировать громкость. А вот эта кнопка, которую вы как удобно можете запрограммировать. Причем, говоря о кнопках, ну, очень с хорошей обратной связью. Ничего не люфтит. И самое главное, что эта кнопка понятная, информативная и, самое главное, долговечная кнопка. Значит, по количеству оборотов. Раз. Два. Практически два с половиной оборота. Но есть еще три режима. То есть вы можете выбрать один из трех режимов. Комфортный, стандартный и спортивный. От этого меняется жесткость руля. Вот. Так что, да, так можно тоже все выбрать. За рулем. На левом рычажке у нас надпись авто, говорящая о том, что у нас датчик света. А на правом рычажке надписи авто говорит о том, что у нас датчик дождя присутствует. Опять же, для всех комплектаций. Под козырьком, большие молодцы, у нас скрывается цифровая приборная панель. Но. Есть но. В комплектации комфорт это будет монохромная приборная панель. А вот в нашей комплектации бизнес это цифровая цветная приборная панель, которую вы можете визуальным образом реконфигурировать. То есть выбирая, какой визуал вам больше нравится. Ну и, следовательно, выбирая, какую информацию вы хотите, например, вывести в правый колодец. Ну, все четко, все видно. Еще раз повторюсь, самое главное, что под козыречком солнце попадать не будет. Далее. Если мы говорим о том, что нас окружает. Слева, как я уже сказал, хороший мягкий подлокотник. Рука на нем замечательно лежит. Здесь же блок управления стеклами. Дальше колесико управления углом наклона фар. Блок управления зеркалами, да, позволяющий нам сложить, разложить зеркала. И также их отрегулировать. И кнопка отключения ESP. Справа по центру у нас вот такой подлокотник кожаный, достаточно мягкий. Да, причем такой, знаете, наполнитель твердо мягкий, то есть не продавить его. И плюс, как видите, подлокотник у нас фиксируется, не болтается. Это здорово. Под подлокотником у нас достаточно глубокое пространство, куда вы можете положить порядка двух-трех бутылок 0.33, а то и 0.5. Пространство у нас охлаждаемое. Здесь у нас же располагается розетка на 12 вольт и два USB разъема. Один разъем для подзарядки и передачи данных, второй только для подзарядки гаджетом. Выше место, куда вы можете положить свой телефон, но оно, правда, немножечко разбито от системы Aero Glonass. Она у нас располагается здесь. Тут два подстаканника, подстаканники с фиксатором. Это хорошо. Их расположение подразумевает, что сюда вы поставите чашечки с кофе, да, что-то высокое вы не сможете поставить, и у вас здесь коробка передач. Вот такое вот решение. Значит, электрический и стояночный тормоз и система Auto Hold. Электрический и стояночный тормоз сам активируются и деактивируются, когда вы начинаете движение или останавливаетесь. Auto Hold – это система, которая позволяет, когда вы находитесь в режиме Drive, не перевозить коробку передач в режим нейтрал или паркинг, сохраняя вот это положение Drive, просто отпустить ногу с педали тормоза. Вот, все. И ждать до той поры, пока не начнете движение, а для этого нужно будет, чтобы начать движение, нажать только педаль газа. Кнопка Start-Stop, да, напоминаю, бесключевое открытие, бесключевой запуск двигателя. Место, куда вы можете что-то положить, оно такое у нас под карбон, имеет карбоновую отделочку. Наша мультиминейная система. Вот, здесь климат-контроль, о ней мы поговорим чуть позже. Выше у нас обычное понятное зеркало. Блок управления люком, если, опять же, мы рассматриваем комплектацию бизнеса, открытие, проветривание. Вот так у нас шторчика открывается, ручным способом закрывается. Подсветка мне она очень нравится за счет того, что она вот такая вот, знаете, стильная, модная. Как будто инкрустация. И тут у нас подучешник. Подучешник. Подсветка в зеркалах присутствует как для водителя, так и для пассажиров. Ну, а сейчас давайте поговорим о климатической системе и плавно перейдем на мультимедийную систему. Итак, климат-контроль у нас доступен для комплектации бизнес. В комплектации комфорт у нас будет кондиционер. Основная отличительная особенность кондиционера от климат-контроля в том, что у кондиционера вы устанавливаете скорость вращения вентилятора и температуру. И, следовательно, всегда с этой скоростью вращения вентилятора отсюда, но если вы не изменили это на приборке, выходит установленная вами температура воздуха. А в климат-контроле вы установили ту температуру, которую вы хотите видеть внутри салона. И, следовательно, она сама может определять или холодная, или теплая. Отсюда подавать согласно вашему запросу на общую атмосферу. Вот так. Климат-контроль мы можем управлять непосредственно как на тач-экране, так и с помощью этих кнопок. То есть можем активировать, деактивировать, включить обогрев, рециркуляцию. Далее, что у нас здесь еще есть? Ну, у нас есть обогрев сидений, причем, как видите, он трехдиапазонный для водителя и пассажира. И также у нас есть обогрев заднего стекла и зеркал. Обогрев сидений сказывается на подушку. Если нужен обогрев руля, обогрев задних сидений, это можно установить в отделе доп. оборудования. Ну, а сейчас давайте подробно разберем нашу мультимедийную систему. 10,4 дюйма. Она вот такая вот, не горизонтальная, а вертикальная. Сейчас подробно о ней поговорим. Ну, и сейчас давайте послушаем, как звучит наша система. Но предварительно, я думаю, что нам нужно сделать настройки. Настройки системы, настройки звука, сигнал, эквалайзер и баланс. И все, как настоящие профессионалы, задерем по полной. Возвращаемся в основное меню и выбираем седьмой трек. Но предварительно давайте отрегулируем громкость. Герц. Ну, ничего так не дребезжит. Частоты в герцах. 20. Так, давайте еще раз. И следующий трек. По громкости, слышите, очень громко рекаит. То есть приходится перекрикивать. Ну да, достойная музыка. Не прям, чтобы сильно, но, в принципе, достаточно для того, чтобы играть. И также есть возможность подсоединить к Android Auto или Apple CarPlay. Причем очень хорошее разрешение, в том плане, что на весь экран. И опять же, при условии, что у нас климат-контроль... А, ну у нас он здесь сент-тач, следовательно, мы нормально можем с ним взаимодействовать. Активировать и деактивировать. Потому что, видите, когда у нас мультимедийный... На всю мультимедиу разворачивается Android Auto или Apple CarPlay, доступ к климатической системе вот отсюда снизу исчезает. Но вот тут он у нас сохраняется. То есть, видите, вот так регулируем температуру, так... Точнее, скорость, так температуру. Ну, или просто отключаем. Это здорово. Значит, что у нас есть в рамках Android Auto? Ну, конечно, мы можем подсоединить нашу любимую навигационную систему. Неважно, какая она, Google, Яндекс или Tugis. То есть, это все будет выводиться. Единственное, что Яндекс.Навигатор работает, если у вас есть подписка. И вместе подтягивается погода и музыка, которую вы прослушиваете. Ну, или музыка с других классифайдов, с других источников. Вы тоже можете сюда подрубить, как удобно. Вот, выходим в основное меню. Да, то есть... О, слушайте, здорово. То есть, когда мы выходим в основное меню, навигационная система у нас не останавливается. Пишу маршрут домой. То есть, видите, он ведет. Пишу поехали. И вот все спокойно вот так вот происходит. Да, это здорово. Это очень даже, очень даже здорово. Ну, и следовательно, здесь вы можете просматривать сообщения. Он, Android Auto, может их озвучивать, прослушивать музыку. Ну, вот, все, все отлично. Все под рукой. Можно вот так свайпнуть. Можно вот так. Это, я так понимаю, сразу к настройкам. Снизу вверх, сверху вниз. Выходят горячие клавиши, блютуз. Заставка. Это вот это. Дальше круговой обзор. Активируем здесь. Звук касания. Регулировка яркости. Громкость, навигация громкость, голосовые подсказки и громкость телефона. Это все основные наши настройки. Давайте перейдем в основное меню, а точнее в подменю. Что у нас? Радио и USB. Это мы с вами поняли. Причем по USB вы можете прослушивать не только аудио, но также и просматривать видео. То есть, заходите в раздел видео и смотрите. Например, интересно, воспроизведется. Данный формат не подвоен. Он воспроизводится очень тяжелый. А вот Маша и Медведь воспроизведется достаточно легко. Тут мы регулируем яркость, а вот здесь мы регулируем громкость. Причем видео будет работать в движении, если вы этого захотите. Давайте дальше возвращаемся. Итак, Android Auto мы с вами поняли. Bluetooth понятно. Подсоединяем наш телефон по протоколу Bluetooth и можем по громкой связи общаться. Ну и давайте пройдемся по непосредственно настройкам системы, что здесь предлагаются. Общие настройки язык, зона радиостанций, Bluetooth, настройки звука, персонализация, время. Обновляется у нас автомобиль по USB и версия нашей последней системы. И дальше пройдем давайте по настройкам автомобиля. Функция автомобиля. Автоматические включения, помощь при замене щеток, стеклоочистителя. Датчик дождя, хотя он также располагается вот здесь у вас на руле. Зеркало заднего вида автоматически складывается. Стеклоподъемники, управление стеклоподъемниками. Кнопка регулировки громкости на руле. Вот так можете отрегулировать. Свет, звук, звуковой сигнал при запирании. Давайте это мы уберем. Снижение громкости мультимедиа при включении заднего хода. Регулировка яркости подсветки кнопок и приборов. 5, можно его сделать больше. Да, можно сделать, чтобы приборка и кнопки были ярче. Задержка выключения подсветки в салоне. И задержка выключения фар. То есть можете отрегулировать, как надолго ваши фары будут светить. 30, 60, 90, 120 секунд. Ну или вообще не будут светить. Вождение. Чувствительность руля. Автоматическое запирание дверей. Панель управления. Оповещение о превышении скорости. И лимит скорости. Устанавливайте, на какой скорости он вас будет предупреждать. То есть он никак не воздействует, только вам выводит на приборную панель информацию о том, что вы превышаете. Громкость панели приборов можете отрегулировать. Настройку единицы. Информация о непристегнутых. Версия ПУ панели приборов. И аппаратная версия панели приборов. Видео можете отрегулировать, чтобы оно не работало во время движения. И настройки системы. Это мы с вами уже видели. Вот так выглядит наша мультимедийная система. В комплектации комфорт у вас будет камера заднего вида и задние парктроники. А в комплектации бизнес у вас добавляются еще три камеры для того, чтобы создать пространство 360 вокруг нашего автомобиля. И давайте посмотрим, как данная система работает. При движении вперед активируется передняя камера. Передняя камера без динамической разметки. Это у нас левая камера, это правая камера. Естественно, можно их две нажать сразу. Две он не выводит. Если я открываю дверь, камера не выключается. Вот так, если что, можно заглянуть за угол. Это очень хороший ракурс. Вы видите, куда приедут ваши колеса. То есть, крутите и видите, куда машина едет. Что у нас еще за ракурсы здесь есть? Так, этот мы убираем. Давайте еще разочек. Настройка. Включить камеру при парковке на низкой скорости. Вон. Включение камеры при парковке на низкой скорости. Да. Вот так выглядит наша камера. Ну и плюс у нас есть задние четыре парктроника. Причем очень здорово, что камера находится, точнее изображение с нее находится наверху. Они где-то внизу. То есть, всегда будете видеть, куда вы приедете. Помощники, которые есть внутри нашего автомобиля. Антиблокировочная система. Система распределения тормозного усилия. Система курсовой стабилизации. Антипробуксовочная система. Ассистент экстренного торможения. Система помощи при старте и на подъеме. Система приоритетного торможения. И автоматическое отпирание дверей при столкновении. Вот и подошел к концу обзор. Спасибо, что были с нами. Минута субъективности. Итак, это Москвич. Наш родной. Это первое. Это важно. Второе. Самое важное. Это лифтбэк. И это очень здорово. Потому что лифтбэк позволяет нам чувствовать себя максимально комфортно. И универсально. И практично. Потому что седан я очень люблю, конечно, по эстетике, по внешнему виду. Но вот лифтбэк, он сохраняя внешний вид седана, добавляет практичности кроссоверов, универсалов. Это здорово. Сидения второго ряда разокладываются в пол. Понимаете? Легли, отдохнули, проснулись, поехали. По агрегатам. Надежные, проверенные годами агрегаты. Гаррет, Бош, Пауэртрейн. В общем, опытные ребята принимали участие в создании данного автомобиля. Мультимедийная система с Android Auto и Apple CarPlay. Да, здесь нет каких-то сверхсложных наворотов. Но мне нравится, что те решения, к которым мы уже привыкли, я просто очень часто пользуюсь Android Auto, это здорово. Подсоединили и забыли. Все. Если нужно посмотреть видео, тоже подсоединили флешку, посмотрели видео. Значит, руль. Он у нас многофункциональный, удобный. По размеру прям то, что нужно. И, да, по посадке, в принципе, каждый сможет здесь найти оптимальное положение. Но, да, правда, вот подлокотник для кого-то будет коротковат. Мне прям то, что нужно. Так что приезжайте в Salon Major, знакомьтесь с этим автомобилем вживую. И Москвич 6. С покупкой вас.